И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит нужна еще одна анимация, где Мортон будет разговаривать с бандитами, да? Через окно. Давайте попробуем все это дело сделать. Значит так, есть базовая вот эта вот анимация, будем с нее тоже что-то брать, что-то свое прописывать. В принципе тут ничего такого сложного будет в этой сценке. Есть у нас значит старик Мортон вот в такой позе базовой. И потом он вот со стволом уже, да? Значит что делаем? Выделяем английское А, сейчас N панель, ScreencastKey я включу. Выбираем вот эти ненужные нам теперь анимации. Удаляем их Delete. Оставляем одну анимацию. И вот эту анимацию первую, где он уже стоит со стволом, значит уводим где-то... Где-то, где-то, значит G, уводим ее на 40-й кадр давайте. И вот у нас уже появляется подъем ствола, да? Вот, если мы сейчас взять вот так вот ее включить, все нормально. Оп! Ствол он поднял. Уже прицелился. Так, только у него получается косяк со стволом. Это уже сейчас дальше будем после 40-го, значит писать и ствол, и руку. Ну короче, всю вот эту связку, три кости ствола, этой руки и вот этой будем прописывать. Здесь нам понадобится первый кадр. Первый кадр, значит нужно будет сделать. Выбираем ствол, выбираем, значит, кисть руки, делаем R, делаем G и вот так вот раз ее. Так, что он должен сделать? Давайте R. Вот таким вот образом подкрутим и G, допустим, выведем чуть-чуть вперед, да? Теперь, значит, так, R. И чуть-чуть, наверное, в этот бок. Во! Так, даже, наверное, нет. Давайте это дело все вот в боку подведем вот так. И вот так вот вниз это дело все опустим, как будто он ее держит, винтовку. А эта рука будет у него G, R, вот так вот опущена. Так, есть такое дело. Вот тройка на ромпаде, немножко, значит, R, тело его подкрутим. В принципе, в принципе, что? Выберем, значит, еще ствол. Так, выберем ствол, выберем руку и немножко ствол докрутим. Так, видите, что ствол у нас, значит, поверх вот так идет, да? Значит, ствол еще нужно докрутить. Вот так как-то. И прописать А, И. Так, и вот он берет ствол, значит, смотрим, чтобы, значит, у нас рука нормально под ствол ложилась. Так, все, вот она легла. Здесь, значит, приклад все, пальцы нормально. Теперь выбираем ствол и чуть-чуть докручиваем до кисти правильно, чтобы она легла, да? Чтобы пальцы все-таки держали. И немножко R, опустим, А, И, прописка. Итак, есть у нас, значит, первый кадр и, допустим, пока конечный, да? И вы видите, что здесь уже, значит, появляются, ну, вот через секунду на 25-м кадре уже, значит, вырисовывается какой-то кадр. Его можно прописать и можно переделать. Рекомендую всем, если вы делаете какие-то анимации, ну, не так, что, допустим, анимация прям, где задействованы большое количество, допустим, костей. Ну, в принципе, это и там работает. Ну, делаем, допустим, первый кадр, делаем сороковой. Это получается почти 2 секунды на действие. И, значит, здесь вот уже потом прописан промежуточный какой-то кадр. И уже после от этих трех кадров пляшем в эту сторону на 10-й кадр и в эту, допустим, к 40-ому ближе. И уже вырисовывается анимация. Так делать проще. И, в принципе, если вы, как, не представляете, что должно, как это дело покадрово, один за одним кадром писать, то вот этот вариант лучше использовать, конечно. Вам варианты приблизительные хотя бы какие-то, может, с искажением какие-то где-то ошибка будет в анимации посередине. Но ее можно подправить и, в принципе, от нее уже хорошо пойдет у вас, значит, анимация дальше делаться. Так, ну вот такая штука, значит, да. Пропишем А и 20-й кадр. И, значит, на 20-м кадре он берет. Потом также можем прописать 10-й кадр. 10-й кадр можно уже изменять в каком варианте. Допустим, вот он раз, и от этого кадра просто поднимает, допустим, ствол. Все, вот раз, трататушки. Он работает, да. Но здесь на 10-м кадре, допустим, можно сделать какие-то изменения. Допустим, вот такой вариант. R, ствол, значит, приблизить ближе к ноге. И отвести, допустим, локоть. Так, Ctrl-Z. Выбрать локоть и G, потому что локоть, когда вы больше уводите, значит, к ноге, к этой, то у вас и локти должны больше создавать угол. Так, вот он это дело сделал, да. Дальше можно еще изменить, в каком варианте. Можно сделать, что он держит ствол вот таким вот образом, да. И тогда поменять еще эту кисть руки. Подвести G, допустим, к стволу. Вот так вот. И прописать А, И. Тогда получается здесь ствол вот он берет, а потом только начинает стрелять, ну, выводить его вперед. И на этой анимации можно, значит, завязать ему разговор и продлить вот это расстояние, увеличить, допустим, до 10 секунд, где он уже начинает стрелять. Я сейчас так и сделаю. Так, еще какая штука. Вы видите, что здесь пальцы, значит, не согнуты, как положено, да. Вот. Можно их самим прописать, конечно, то есть, но они у нас есть. Эти анимации согнутых пальцев у нас присутствуют вот здесь вот. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно выбрать эту кисть руки, отключить через shift левая кнопка мыши саму руку, управляшку Inverse Kinematic, и отключить ствол. Теперь, вот эти вот согнутые пальцы, с этого вот он, видите, это сороковой кадр. Мы делаем shift D и уводим их на 10, shift D, так, на первый не нужен, да. А вот на 10, на 10, вы видите, теперь у нас согнутые пальцы, вот они. Вот такая штукенца. Так, здесь, значит, можно еще что, пока он, видите, вот еще рука у него перекручивается вот здесь. Это, значит, по прошлым роликам тоже я покажу, как поправлять, если кому-то интересно, конечно. Так, и вот этот палец, вот этот палец надо повыше поднять, так, раз. Увести, так, может, куда-то в бок его. Так, и тогда на 10 вот эту кисть руки, держи, побольше вложить. И побольше, значит, вот так вот докрутить и вложить ее в ствол. Вот так вот. Прописываем А, И. И все, вот она у нас есть, такая штука. Но нам нужно еще вот эту кисть, кисть руки, значит, выделить. Тоже с сорокового кадра. Почему с сорокового, потому что, видите, он тут держит и, в принципе, меньше костей можно зацепить. Вот так все это дело выбираем. Отключаем теперь кисть вот этой руки. И, значит, если зацепились какие-то кости, то их тоже можно отключить. Так, вот эта кость тоже отключить. Так, тут еще, а, нет, тут кисть. Так, значит, там еще челюсть. Вот, вот так я, наверное, возьму. Так, тут тоже угол неинтересный. Ну, так, наверное. Вот так вот. Раз. Отключаю, значит, руку, отключаю ствол. И вот с этого кадра, с FD на десятый. Смотрим теперь, как изменился десятый кадр. Вы видите, что рука все согнутая. И вот вопрос, значит, по этим библиотекам, которые, значит, помогают делать анимацию. Ну, в принципе, я вот сколько делаю и сильно, значит, не парюсь, что там где-то они уже, анимации собраны. Мне нужно их подключить. Так что, любую, значит, кисть, любую, значит, анимашку можно просто выбрать с персонажа. И так же наложить на другой риг, скопировать. Если у вас два персонажа с одинаковым ригом, допустим. Так, файл. Fint missing. И найдем ему глаза. Так, теперь файл. Save us. Я его сохраню, значит, Morton разговор. Через окно. Все, это я сохраняю еще одну анимацию, которая будет участвовать, значит, потом в сцене. И смотрите, значит, так. Вот, можно начать с десятого кадра, да? Можно добавить ему сюда еще походку какую-то, чтобы он чуть-чуть прошелся, да? Так, значит, вот он берет ствол и уже начинает, значит, стрелять по бандитам. Но до того момента, когда он поднимет ствол с десятого кадра, это НСГА, вот эти кадры нужно перетащить, допустим, на какой-то дальний кадр, на дальнее расстояние. Получается, разговор у персонажа будет где-то... Так, давайте посчитаем. Секунда это 24 кадра, 25. Да, где-то нам понадобится, мне понадобится, точнее, так, понадобится, ну, секунд 7 хотя бы на разговор, да? Значит, два кадра, 20 и 40, это G, я увожу подальше, и получается 8 секунд, это... Ну, 8 секунд многовато, наверное, давайте возьмем 6. Получается, в стольнике 4 и 200, это будет 8 кадров. Значит, 100, 160 давайте, G. Даже можно... Ну, да, вот они есть. Так, а здесь кто? Здесь он умер, я один кадр не зацепил. И, значит, G. 170 кадров пускай будет. И тогда, смотрите, вот он тут берет это все дело. Нам нужно вот этот кадр, 10, сделать Shift D и подвести поближе к этим кадрам. Это, получается, где-то 130 кадр. А ну-ка. Ну, да, в принципе, что... Нормально, старик такой, хоп. Берет и, значит, целится в окно. Вот таким вот образом. Здесь, значит, будет окно. Он должен еще разбить будет стекло. Чтобы он разбил стекло, это нужно, чтобы он... Вот где здесь берет ствол, да? Смотрите, что он делает. Допустим, на этом кадре можно изменения сделать. Так, допустим, да? Так, переведем ему ключицу поближе. R. Доведем G руку. Вот здесь тоже нужно, значит, добавить согнутые пальцы. Ну, пока вот так, да? Так. Вот. И прописываем A и... И, значит, на следующем кадре, на следующем кадре выбираем кисти рук и ствол. И, значит, он делает вот такой финт. G. R. Даже можно еще TAS выбрать, да? А, и прописка. И еще больше, наверное, а ну-ка, G. Так, а вот здесь в промежуточном 164-м он должен назад уйти. И мы вот это, значит, на скопировать кадр. Допустим, вот здесь он раз в стекло бьет, да? Там раз. И здесь у него как бы отдача. В принципе, она и есть, видите, да? Так, если, допустим, смотрим, где будет окно. Так, да? Вот он бьет. Так он бить не может. Почему? Потому что он должен с тазом со своим вот этим раз. И вот так R. Так, семерка на нампаде. R. Перекрутиться в сторону окна. А здесь, значит, выбрать руки надо. И чуть-чуть, значит, R. Довести их вот сюда. Раз. И тогда еще ключицу ему. И она у него тут ключица. Семерка на нампаде. Подтянуть вперед на удар. И прописать АИ. Прописка. Смотрим. Так, значит, раз. Тут он болтает. Потом хлоп. Разбивает стекло. Здесь какая-то, значит, задержка должна быть. Тогда английская А. Выбираем все кости. И вот этот крайний, значит, на 180-ый переводим. А вот этот делаем чуть-чуть задержку. Shift-D. Подставляем сюда. И тогда ставим 180-190. Давайте поставим. Так, большая задержка. Тогда это все G. И чуть-чуть назад. Бьет он резко. Так, задержка что-то не очень интересна. А ну-ка. Тогда вот этот кадр G. Чуть-чуть поближе. А ну-ка. Да, вот. Удар. Все нормально. Здесь, значит, у него какая штука. Давайте ему болтологию включим. Значит, тройка на нампаде. Делаем R. Голова так поднимается. Значит, R. Открывается. Рот у него. А и прописка. Вот. Раз уже движуха создалась. Но здесь, на десятом кадре, давайте выберем вот эти все кости. И человек не может постоянно стоять в мертвой позе, да? Он должен как бы, там, G, раз там, водиться. Прописка. Вот. Вот так вот шататься должен. Хотя бы чуть-чуть. Создавать какие-то движения. Так. Чтобы сделать болтологию, нам понадобится, значит, первый это десятый кадр. Рот здесь открывается на десятке. Потом на пятерке. Двадцать пятый кадр. R. Рот закрывается. И прописка. Дальше идет тридцать пятый кадр. По той системе, которую я в прошлом ролике, ну, как, разрабатывал, да? Придумывал. Так. И, значит, здесь он уже, так, открытый. Открытый-закрытый. Открытый-закрытый. Закрытый можно взять вот отсюда. Шифт-дэ. Дублируем. Смотрим. Нормально, да? Теперь, значит, вот эти кадры копируем в рта. И делаем шифт-дэ. Перетягиваем 45-й и 50-й. Вот так вот. Это получается вот четыре штуки. Потом, значит, здесь закрытый на десятке. На девяностом кадре это будет R. Открытый. Потом на сотом, значит, R закрытый. И потом по новой можно добавить, да? Вот эту штукинцию. Так, смотрим. Так, здесь добавим какие-нибудь ещё. Вот здесь, здесь десятка, да? Возьмём 10, 5, 10, 5, 10. Так, вот здесь уже сбой. А ну-ка. 10, 5, 10, 5. Потом идёт 10, 10, 5, 10, 10. Ну, нормально вот эта система. Так. А ну-ка, смотрим. Угу. Так, ну и можно потом уже на вот этих, на челюсть, допустим, вот на эту челюсть добавить ещё какие-то промежуточные задержки какие-то. Ну, вот система такая 10, 5, 10, 5. Это, ну, 10, 5 идёт четыре раза. Потом идёт 10, 10. И потом следующий разговор можно, допустим, ещё растянуть. Это получается, значит, 10, 10 можно брать. Или 5, 5, если ускорено. И 10, 10, если вообще замедленный разговор. Так, возьмём вот эти вот последние. И делаем SHIFT D, добавляем их вот сюда поближе, да? Так, а ну-ка, давайте их G на эти кадры движения и добавим. Вот. Всё, теперь нужно делать анимацию вот этого движения тела. Значит, выбираю вот эти все косточки руки. Можно косточку таза ещё зацепить. Значит, G чуть-чуть он как бы приседает. А, и прописка. Так, это значит G можно на 90 кадр добавить эту анимацию. Следом выбираю, значит, вот эти вот ствол руки. И на каком-нибудь, давайте, 50 кадре делаем G чуть опуск ствола. Вот, допустим, вот в этот бок. А, и прописка. Ну, нормально, вот простенькая такая анимация. Но единственное, что давайте ещё R тело подкрутим, выпрямим, да? Как будто он там смотрит вдаль, в окно. А, и прописка, значит, это G на 49, на 50 тоже поставим. Так, тогда первый кадр можно удалить. И вот этот 10-ый G на первый перевести. Чтоб он сразу с первого начинал. Так, базис тогда можно тоже удалить, он не нужен. Ну, вот простенькая такая анимация. Можно ещё побольше движений добавить. Допустим, вот съёмка как будет, да? Так, допустим, вот, значит, что он здесь делает. Так держит ствол. У него опуску, вот. На 35-ом можно ещё добавить перекрутку. Вот так. И смотрим, так вот, ствол он двигает. А ну-ка, хоп! Когда на 50-ом, а ну-ка, делит, удалим ствол. И вот здесь он, оп! Всё, здесь он его берёт уже. И вот видите, что здесь идёт уже косяк. Вот, рука получает скольжение. Значит, что нужно сделать? Делаем просто поправку ствола. И значит, R, G, поправку, значит, руки. Так, здесь она чуть-чуть неправильно стоит. Надо чуть-чуть её вбок и вот сюда вот так, чтобы пальцы было видно. А, И, прописка. Всё, рука не уходит. Единственное, рука уходит уже здесь. Вот на этих кадрах. Выбираем только руку. Смотрим, где у неё косяк со скольжением. Можно какие-то кадры поудалять. Допустим, вот этот. Так, Ctrl-Z. Проверка. И тогда R. Подгон. Ну, видите, вот подгон он держит. И у него плоховато, значит, с ключицей. А ну-ка. Надо вот эту ключицу ещё R вперёд. Даже можно G вот так вот двинуть. Так. Угу. Угу. И кадр наводим G на нужный нам так. Угу. Всё, ближе он подтягивает это дело. И здесь идёт выстрел. Значит, здесь задержка. Прицел. G. А ну-ка. Вот опять какая-то кака, да? Г. А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка. описываем много кадров просто и видно рука проскальзывает так тек 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 а ну ка тек 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 т т ттк да б так есть такое дело единство что значит тут этот палец вот этот нужно а ну ка так идет прицеливание где-то секунду секунды это опять же 20 так вот это будет джи 170 и получается 24 кадра это 80 90 20 и на вот этом пятом значит должен быть выстрел так тройка на ампаде выбираем так руки и значит чуть-чуть идет на взлет прописка и потом значит на 10 на секунде джи тело уходит вверх и значит голова такому это тело опа сюда в бок а и прописка так а здесь идет отдача руки выбираем так значит джи р позвонок на отдачу а и прописка нормально теперь вот это еще shift d английская а и последний shift d на два выстрела ставим так это значит 220 220 кадров значит анимация как это часто а ну-ка джи и значит вот этот момент shift d сюда подставляем поближе и shift d подставляем сюда этот кадр поближе и и тогда shift d кадр на последний и ставим 100 240 кадров чтобы была задержка здесь ну пустота значит значит в анимации так ну и смотрим что получилось так ставим на первый кадр нормально может еще просто побольше отдачи сделать а ну-ка она больше не нужно плечо уходит единственное что я идет отдача где идет отдача можно еще сделать ключицу так у здесь идет выстрел значит так и так а ну-ка это прицеливание стреляет опять прицеливание уход назад значит тут на этом кадре еще нужно так а ну-ка джи тело отвести а ну-ка а здесь тело чуть-чуть ближе подвести и тогда должно получиться нормально ну-ка да вот пойдет здесь делаем иначе так а ну-ка ну-ка отводку делаем на этом кадре выстрел подводку и значит тут это все дело выбираем джи повыше он становится джи как бы вперед тогда этот кадр тоже вперед так здесь у него идет выстрел здесь подготовка тоже он вперед значит в окно высовывает побольше значит ствол так и пусть еще наверное вот на этом кадре бог посмотрит и и значит потом в эту сторону развернется но все-таки он должен их на прицеле вести правильно так и получается здесь у нас значит 5 10 маловато значит вот эту штуку джи надо поставить на 160 тогда вот эти матери они уберем и получается что он медленно раз там уже медленнее будет значит прицеливаться а ну-ка так и так и так смотрит в эту сторону туда-сюда а ну-ка семерка нам подище в эту сторону пусть подкрутится джи здесь большой значит как большой угол он делает слишком там стекла окна того нету сколько он переводит дэн а ну-ка джи ловим точку r перекручиваем так здесь он разбивает окно ох ты слишком далеко дедок ушел и докручиваем а ну-ка r так что по ноге в принципе нормально нога пусть они на тазе он просто перекрутился и нормально не надо тут ее поднимать конечно можно сделать какую штуку смотрите выбираем ногу и делаем допустим r g и переступ ему так вот сделать да тогда вот этот кадр долой вот и ногу он ставит уже вот сюда тогда вот эти ноги а ну-ка вот эти кадры все вот он ее поставил так уже согласитесь будет более интереснее чем скольжение так а вот эту ногу можно а ну-ка джи как приподнять и тоже прописать когда предыдущий кадр долой и вот этой тоже долой вот уже движуха ног как бы совершилась так вот эти еще можно выбрать кости и сделать а ну-ка джи так и получается тогда вот эту ногу полностью вот эту так вот это долой долой джи можно чуть пораньше поставить а ну-ка ну да о нормалек так смотрим теперь что у него по болтовне так а ну-ка так и значит где он вот это болтает а ну-ка джи пусть глаза чуть-чуть покрутит джи пусть глаза чуть-чуть покрутит джи так и здесь он должен глаз один закрыть так как этот персонаж значит как сказать мало у него ролей я ему не стал вставлять значит кости на веки поэтому давайте сделаем просто ошибки ими выберем выберем обжигнут выберем персонажа и найдем значит более менее ровный кадр так и где он тут целиться таким глазом так ага значит вот этот глаз он должен закрыть вот этот давайте так зайдем шипки добавим до предела зайдем в скульп мод и попробую вот так вот закрыть тут а ну-ка вот тут еще вопрос как будет это верхняя нижняя века поднять чтобы верхней не зацепить джи вот пропишем так и значит выберем т.д. так смотрим где он тут прицеливается во так а тут мы его значит открываем тут он еще целится а здесь его оп откроем потом здесь он хлоп закрывает и побыстрее его так шлеп а а здесь он уже выстрелил где нужно чтоб она приоткрыл так потом здесь он опять целится у него глаз закрытый открытый а а здесь глаз у него открытый так так нормально добавляем нормально добавляем еще шипки на болтовню и пробуем какую штуку так здесь он значит начинает говорить так раз нос у него приподнимается щеки чуть-чуть носит приподнимаются злиться мужичок так вот здесь вот так вот прописка здесь уже чуть-чуть нормально делаем потом здесь он опять разговаривает вот уже злой такой товарищ так еще одни шипки и добавим и получается он здесь раз там болтает 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 здесь у него злость ну давайте добавим что у него там еще как бы уши начинают двигаться там челюсть еще борода напухает так здесь челюсть чуть-чуть приподнимается там волос чуть-чуть у него начинает двигаться да так что еще тут можно добавить в принципе и все так понемножку да всего так здесь у него волос на место как будто так в принципе все что тут ему еще можно накидать разговор нормальный вроде бы все тело движется простенькая простенькая анимация такая без загонов да зайдем кого в жекнот выберем значит кости зайдем посмотрим значит английская а и вот здесь где где он тут стволом дергает так вот на девяностом кадре да ну-ка давайте движи и ключицы приподнимем о ну чтоб вообще он такой там злющий был так здесь еще включится у него нормально здесь он где берет ствол то здесь уже наверное наверное вот эту ключицу одно и и и поднять так а и не здесь еще доводку а ну-ка выберем таз выберем руки и чуть-чуть его еще назад ну-ка че то я не то сделал да так вот этот кадр делит вот легкий повод такой трепыхание движуха видите что да движется смотрим как он стреляет нормально так сбоку будет выглядеть все это дело нормально так вот вот выбираем значит персонажа давайте еще я его чуть-чуть подправлю видите у него тут горб нужно его как бы ликвидировать чуть-чуть вот так прибрать ну здесь вот где у него вот эти вот крылья чуть-чуть приподнять вот это все дело так плечи чуть вытянем и и и и и и и и и А здесь уберем. А здесь уберем. А здесь уберем. Так, и еще один вопрос такой, да. Так, вот эту руку чуть-чуть уведем тоже. Так, вот эту руку. А ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, еще один шипкий давайте добавим. Даже когда вот эту руку я так подправлю, оп. Вот так вот. Так. 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 Нормально. Палец теперь нужно нажать, да. Так. Где тут чего у него выходит. Так. 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 нажать. О, нормально. Так. 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 Теперь значит можно зайти в POS mod и значит этот палец подогнать. Так. А вот эти тогда и вот сюда. !!! Так. 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 static. Так. 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 Вашаassing harvesting. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну вот такая штука получилась. Итак, вот две анимации для Мортона. В принципе, на всю его сценку будет достаточно. Все, всем пока, до свидания.